Всем привет садоводам, цветоводам, любителям герани пеларгонии. Сегодня хочу рассказать, может для тех, кто не знает, как вот, значит, смотрите, если у вас есть геранька, и она начала просто расти вверх, не куститься. Она сама, так сказать, без вашей помощи, я этого тоже не знала, она сама куститься не будет, вот таким кустиком пышным делать. Вот как вы иногда видите, такие красивые кустики бывают. И, конечно, я тоже не знала, но вот теперь я знаю. Значит, когда начинает вот герань просто идти вот так вверх, расти, вроде и цветет, и пышненько, и красиво. Ну, не такой пышный куст, просто вверх растет и тянется. Значит, что надо с ней делать? С ней надо делать обязательно обрезку. Ну, вот я оставила специально просто один этот экземпляр, чтобы для видео. Так я уже, конечно, все остальные все обрезала. И они уже вот буквально где-то две недели назад. Вот я хочу показать этот куст. Он тоже был, в принципе, такой верх рос, тянулся, некрасивый был. Вот, и значит, я вот место, может не видно, видно основной, я его обрезала. И он буквально, так сказать, ожил на глазах. Я и не думала, вот и снизу сколько начало вот расти, снизу этих дополнительных веточек. И боковые все сразу начали расти. Ну, значит, пеларгония любит обрезку. Она не любит, когда растет вверх, конечно, ей это не очень подходит. Когда вот вовремя обрезать вот этот основной ствол, и вы всегда будете с пышной геранью. Вот, сейчас я покажу, как примерно. Ну, вот идет ствол у нас. Это он некрасивый сам куст. Ну, вот примерно, вот где вы видите, примерно вот боковые есть. Значит, в этом месте надо просто отрезаем. И из этого будем делать черенки. Вот, даже вот из этого черенка, конечно, надо сделать два. Потому что один это огромный, он не нужен. Герань легко укореняется. Ну, я беру покупной торф, так как он легкий. Вот, немножко вот этот срез должен подсохнуть. Кто хочет, кто не хочет, я в корневин макаю и все. И втыкаю в стаканчик с торфом, покупанным кавказский торф. Вот из этого я, конечно, сделаю два черенка. И у меня уже будут два дополнительных вот таких шикарных куста. Ну, конечно же, я использую подкормки, чтобы вот такой был куст жирный всегда. И все. И вот теперь, вот из этого кустика, через некоторое время, конечно же, будет у нас еще лучше красивый идти вверх куст герани. Так что вовремя просто не давать расти вверх, вовремя обрезать этот ствол, потому что он не нужный, все равно он через время задеревенеет. И, а так уже будут боковые, всегда зелененькие. И желательно, вот когда он будет расти, вот так куститься почти, куститься, вот, не давать гераньке выпускать цветоносы. Вот если будут, обязательно их вовремя надо цветоносики обрезать, чтобы силы цветы не забирали, а чтобы силы все ушли на формирование куста. И вот буквально две недели назад я также обрезала, и вот это вот все уже новые листья. Очень быстро. Ну, я все-таки использую азотные удобрения, когда на время, вот, чтобы выпускали побеги, азот для зеленой массы обязательно нужен. И он очень быстро, мне нравится результат, всегда вот так у меня получается. Так что всем удачного дня, до новых встреч, пока-пока. И обрезайте вовремя гераньку, не давайте ей расти вверх, и тогда у вас всегда будет пышный куст, красивый. Всем пока. И вот такие черенки будут у вас получаться, еще дополнительные кустики. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok